Андрей Андреевич, железные кольца можно носить и на двух мизинцах, и на указательных пальцах? Можно. Что это за кольца? Смотрите, вас сегодня научу. Если человек одержим интимными отношениями, это мешает ему жить, то есть это одержимость блудом, то он должен выполнять такую медитацию. Зажимать большой палец левой и правой руки своими остальными пальцами. И вот в такой медитации медитировать, читать какую-нибудь мантру. Кстати, мантра, которую я сказал, убирает у человека заболевание позвоночника. Если прочитать на ночь от 30 до 50 раз, то после этого лечь спать, то утром позвоночник перестает болеть. Поэтому это заболевание, оно лечится мантрой, вот рекомендую. Итак, если блуд мешает, необходимо удерживать подолгу палец большой, замкнутый всеми остальными пальцами. А если денег не хватает, необходимо брать мизинец и после этого зажимать этот мизинец левой и правой руки всеми остальными пальцами. И вот в таком положении рук смотреть телевизор. Это от блуда, а мизинец зажимается, чтобы были всегда деньги. Почему? Считается, что именно мизинец участвует в том, чтобы денег не было. Именно поэтому, когда ребенок рождается с кривым, вовнутрь, пальцем, мизинцем, это говорит о том, что это является хорошим знаком. И говорит о том, что этот человек всегда будет иметь деньги, всегда будет жить хорошо и всегда у него будет свое собственное имущество. Тем самым говорит о том, что у человека есть ситка, всегда будет деньги.